1 сентября 2020 года мы приехали в Скарборо. Прогуливаемся по Северному Баеву, по Северному Заливу Скарборо. Скарборо имеет Северный и Южный Залив. Итак, мы в Скарборо. Скарборо – это курорт в Великобритании на побережье Северного моря. Эх, Северное море, холодное. Скарборо находится в английском градстве Северный Йоркшир. Курорт Скарборо часто называется Английской Ривьерой. Здесь очень красивая природа. Северное море считается очень чистым морем. Здесь проведены очень серьезные экологические мероприятия за последние 20 лет. Это морской курорт. Если температура воды приемлема до купания, здесь тоже купаются люди, как и в Южных морях. Северное море – это холодное море. Скарборо был основан примерно в 10-м столетии. Знаменитым викингом Торгельсцом Скарди. До основания поселения на этом месте предположительно стояла римская крепость с римским маяком. Все это свидетельствует о том, что британские острова когда-то были самой северной точкой Римской империи. Скарборо упоминается в сагах викингов. В саге о Кармаке Курмаксага Встречает название Скартборд. И в саге об Оркнеицах Говорится о Скартхаборг. Сага о Кармаке повествует о том, как два брата викинга, Торгельс и Кормак, совершили набег на Ирландию и Англию и заложили на английском побережье цитадель. У Торгельса было прозвище Заячья Губа – Скартхи. Вторая часть названия – Борогт, то есть небольшой город, происходит от скандинавского слова Борг – цитадель. Соответственно, Скарборо – это цитадель в Скарте. Лет так как через 200 английскими феодалами на побережье Северного моря был построен замок, который мы посетим позже. В нем находилась резиденция английских королей. В средние века Скарборо был местом большой оживленной ярмарки. Про ярмарку в Скарборо даже была сложена народная английская песня. Но, я надеюсь, вы меня простите, я ее петь не буду. Интересный момент. На пляже дедушка с внуком ищут с металлоискателем сокровища. Внуку, конечно, очень интересно, я так думаю. Он пытается искать золото искать. 1626 год оказался поворотным для истории города. В окрестностях Скарборо были обнаружены целебные источники. С этого года начинается курортная история городка. Разноцветные английские пляжные домики. Раскрашенные в разные яркие цвета. Вообще-то, своя изюминка английских пляжей. Скарборо становится первым английским курортом. Через 200 лет это уже самый известный английский курорт. В 1845 году к курорту была проложена железная дорога. Сообщение с курортом стало еще удобнее. На сегодняшний день Скарборо, Великобритания, имеет такую же популярность, как Ницца во Франции или Анталия в Турции. Многие англичане, достигнув пенсионного возраста, покидают крупные английские города Лондон, Бирмингем, Манчестер и переезжают остаток жизни привезти именно в Скарборо. Насколько этот курорт привлекает к себе людей. Также очень интересно, на пляже установлена скульптура. На скамейке сидит человек трех метров, больше трех метров роста. Это Фредди Гиллрой. Полностью скульптура называется Фредди Гиллрой и Бельзинские отставшие. Гиллрой – каменщик и рабочий шахты Южного Хэттона. Служил в королевской артиллерии во время Второй мировой войны и стал одним из первых союзных войск, которые помогли освободить концлагерь Берген-Бельзин в апреле 1945 года. Он умер в ноябре 2008 года. Скульптура изображает Фредди Гиллруя, бывшего солдата, сидящего на скамейке в преклонном возрасте. Термин «бельзинские отставшие» – это фраза, использовавшаяся во время освобождения для обозначения выживших в лагере. Статуя предназначена для изображения простых людей, которые были призваны служить в своей стране во время войны. Много кто из известных людей родили в Скарборо. Но это будет в следующих видео. Мы посетим кладбище и крепость, знаменитую крепость, а также пройдемся понемножку по Южному заливу. Но что-то меня интересно, что в этом городе родился Бен Кингсли, актер. Настоящее имя Бена Кингсли – Кришна Пандит Пханджи. Вообще-то этот актер мне нравится. Я думаю, что и вам. А пока у меня все. Рассвет на море. Люблю я это. На море встречать рассвет, пить кофе и курить сигарету. Крик Чаек. Людей еще нету. Все спят. Сколько сейчас? Шесть утра. Почти два шесть. В Красненьком живем на втором этаже. Крабов поехали ловить. Рыбаки краболовки расставлять. Крабовый, Крабовый, Субтитры сделал DimaTorzok